Ноябрь 2019 года. Микрорайон «Красный строитель». На тонкий лед реки Семиславка вышли поиграть дети. Для одного из них эта игра чуть не стала последней. Здесь один мальчик, наш друг, он пошел посмотреть на лед, покататься, ну все такое. То есть он ушел далеко на тонкий лед и провалился. Ребенка спас прохожий, который и сам рисковал своей жизнью. Услышали крики, это было время 15 минут, наверное, 6-го. Подбегаем сюда, стоит мальчик один на берегу, маленький, говорит, помогите, у меня друг тонет. А темно, не видно, то есть видно, что речка серая, и вот, сами видите, да, вот это вот место, немножко темновато. И он фонариком начал светить, буквально, ну я начал тоже там как поддерживать, давай, сейчас мы тебя спасем. Я всех вызвал уже, то есть 112 позвонил сразу же. Отчаянного мужчину наградили, но все могло закончиться совсем иначе. В Московской области во время каникул количество происшествий с участием детей значительно увеличивается. Впереди весенние каникулы. В школах продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья детей в внеучебное время. Как отмечают представители управления образования округа, такая, казалось бы, рутина все равно приносит свои плоды. Как вы видите, уже дороги практически скрылись ото льда, поэтому, возможно, дети будут выезжать на велосипедах, самокатах. Но остается серьезная проблема – поведение детей на железной дороге. Что касается железной дороги, в основном это действительно наши дети, которые никак пока не хотят выполнять требовательную безопасность. Управление образования проводит такие комплексные мероприятия регулярно, совместно со службами ГИБДД и железнодорожной полиции. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Бесцельное нахождение несовершеннолетних и взрослых граждан на ней запрещено. Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье на железной дороге, надо соблюдать определенные правила. Эти правила написаны кровью и надо их соблюдать беспрекословно. Написаны кровью. И это в буквальном смысле. Мы не будем приводить десятки видео, гуляющих в интернете с трагедиями, которые произошли на железной дороге. Набившие оскомину банальные фразы о соблюдении правил поведения действительно могут спасти кому-то жизнь. Железная дорога – не лучшее место для прогулок. Но если уж так случилось, что вашим детям придется переходить через пути, то объясните им, что их смартфон должен лежать в кармане, а наушники сняты вместе с капюшоном. Человек должен слышать и видеть угрозу. В нашем округе за последние годы произошло несколько трагедий из-за таких мелочей. Не менее важная тема – поведение детей на проезжей части. В дни каникул сотрудники ГИБДД особенно усиливают свою работу. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы, профилактические мероприятия по привитию безопасности поведения детей на дорогах, а также в автомобилях, чтобы дети в детских садах использовали детские удерживающие устройства, а в школах, так как в силу своего возраста, пристегивались обязательно ремнем безопасности. Часто бывает, что когда дети гуляют в компании и с одним из них случается несчастье, остальные просто сбегают и не рассказывают о случившемся даже родителям. Так произошло в 2019 году, когда дети бродили по заброшенному зданию, и на одного из них обрушилась стена. Спасти ребенка удалось чудом, об этом узнали сотрудники полиции. Почему дети так делают и как научить ребенка правильно вести себя в подобных ситуациях, расскажет психолог. Дети не знают, что делать. Дети не умеют просить о помощи. Поэтому то, что дети скрывают, убегают, стоит страх. Страх, что они не знают, как себя вести и что их накажут. Поэтому в первую очередь, что должны могут сделать родители с детьми, но, во-первых, это внушить ребенку, что, что бы ни случилось, я на твоей стороне, я тебя не накажу, ты можешь мне доверять, и я тебе помогу. Какая бы ситуация сложной ни была, сам ли ты в ней оказался, был свидетелем, случилось что-то с своим другом, важно говорить. Конечно, дети сначала могут это не понять, не воспринять, но, если это будут родители говорить, ну, то, что часто, а как бы в практику-то внедрять, то ребенок будет, слова родителя, мама, папа, значимых взрослых, в голове у ребенка будут. Потому что у ребенка нет опыта. У взрослых есть, и взрослые могут рассуждать, как он так мог. Мог. Он не знает, как это, как себя вести. Чтобы вся эта большая работа приносила результат, важно, чтобы с детьми общались не только учителя, полицейские и сотрудники ГИБДД. Важно, чтобы эту работу проводили с каждым ребенком и дома. Карина Леднева, Владислав Максимов, Новости Искровект.